Друзья, всем привет! Сегодня у меня такой прекрасный день, ко мне приезжала мама, я делаю ей массаж лица. Кому интересно и кто живет в Латвии, записывайтесь ко мне на расслабляющий классический массаж лица. Мне очень приятно, когда люди могут заснуть от моего массажа, я просто вообще кайфую. И я, наверное, из тех людей, которые делают это просто с удовольствием. Так что, если вам интересно, обязательно записывайтесь ко мне. И сегодня давайте сделаем с вами макияж. Макияж будет достаточно простой. Мы с вами поговорим... О, где же мы что-то... Я использую, кстати, как крем, успокаивающий от Unique крем. Это даже больше гель корейского бренда. Я думаю, что сейчас из-за политической ситуации настроение новогоднего немного у кого видано. Но все же надо как-то жить и что-то планировать. Как-то, не знаю, как-то себя развлекать. Так, я буду использовать тональный крем Миша Михаила. И наношу я его кисточку. Но, несмотря на это, я бы, конечно, хотела переехать в Норвегию. И, вы знаете, я постоянно так вот колеблюсь между тем, что, а, переезжать. Я же, типа, там буду эмигрант. А, и сложный язык. И потом, боже, здесь одна нищета, здесь нечего делать. И так далее, и так далее. И так каждый день. Поэтому мы немножко с парнем не можем решить, что нам делать. Но каждый день сводится к тому, что все-таки надо уезжать отсюда. Хотя бы потому, что просто социальная ответственность стран в Скандинавии немножко выше, чем наша. Несмотря на это, я всегда говорю, что в старости я бы вернулась в Латвию. Ну, как бы я еще отсюда не ехала, да? Ну, блин, как-то грустно. Я не знаю. Я не знаю, как вам. Мне в последнее время здесь грустно жить. Мне кажется, что все как бы-то хуже становится, а не лучше. Ну, либо это просто я. Это я пудру наношу. Зачем? Ну, ладно. Еще вопросы у меня. А что насчет учебы тогда в другой стране? Как бы я сейчас на магистратуре. А что тогда мне там заканчивать? Хотя бы то, что там такое. Как бы, по сути, есть ответ на любой мой вопрос. И все, что останавливает, это то, что я просто, ну, как бы, ссую, и ищу оправдания какие-то. Как и со всем в моей жизни. Ну, если честно, я начала свой двадцать четвертый год как-то более продуктивно. Это не потому, что я ела много продуктов, а потому что я стала записывать свой каждый день и стала искать то, что мне отнимает время. То есть, что я, сколько я могу за день сделать, что у меня отнимает силы, как бы, и рассчитывать, сколько реально времени уходит на какое-то задание. Потому что я могу, ну, короче, я эту домашку сделаю там за час. Потом я два дня парюсь с этим заданием. Я немножко не фирштейн. Я немножко такого свежего лица прибавила себе на лицо. Маме понравился, кстати, массаж. Она такая счастлива ушла. Будем использовать палетку. Вот эту. Я не знаю, что я еще собираюсь делать, но мне очень хочется какой-то яркости добавить в жизнь. И еще я стала... Извините, я прыгаю с тем на тем. Это я просто такая человек. И еще я заметила, что я стала очень замечать, вот у меня этот синдром хорошей девочки. На самом деле, это очень грустно, потому что мне как-то... Ну, раньше меня за это всегда упрекали, да. А я все говорила, ну, я просто, типа... Ну, я хороший человек, я люблю людей. А сейчас я стала замечать, что я очень уважаю границы, там, других людей. Особенно чужих людей, потому что, ну, ты не знаешь человека, как бы, тебе легче, да, там, чем с семьей. Но я очень уважаю границы других людей. А сама эти границы не ставлю. То есть я... Да, да, вот это не спрашивать, не говорить, да, себя так не вести и так далее. А по отношению к себе я такая... Ребят, я такая, типа, простая, со мной можно и так, и так, и так, и сяк. И в итоге люди садятся на шею или ведут себя так, как они хотят. Я это принимаю. А я вести себя так, как я хочу, не могу. Потому что я должна быть уже, по их мнению, ну, прекрасной всегда. Я же позволяю к себе так относиться. Я же, ну, как бы, всегда на все согласна и такая. И я поняла, что я сама себя привела в это положение. Я привела себя к людям. Ну, друзьям там, которые вот так себя ведут. То есть у них есть границы. У меня границ нету. И, ну, я рада, конечно, что от этих людей избавляюсь потихоньку. Ну, что я хотя бы это понимаю. И, ну, как-то мы прощаемся с этими людьми. И я очень рада. Потому что мне реально как будто меньше токсичности в жизни. Но это все равно не изменится, пока я не начну что-то с этим делать. Пока я не начну просто, ну, говорит, там, так нельзя, это нет. Например, это мне не нравится, так меня не называй, там, да. Ну, то есть ставить какие-то границы. Может быть, тогда я буду находить людей, которые, ну, уважают и меня. И я их могу уважать в ответ. Иначе получается, что я уважаю... О, боже, что ты красивая. Боже. А в меня в ответ, ну, типа, ну, похер. Она же разрешает к себе относиться, как к собаке. Если честно, это очень грустно. Потому что у меня есть ощущение, что... Ну, во-первых, это не ощущение, это правда. Для меня это правда. Друзья, это вообще такое временное развлечение, да, когда вам выгодно с другим пообщаться, поболтать, что-то там посплетничать. Это очень легко. А потом, когда у кого-то, не знаю, нет настроения, не хочется, тебе надо либо соответствовать и, не знаю, через силу общаться, потому что кто-то может обидеться, либо... Ну, просто кто-то начинает тобой манипулировать или тебя использовать, да. В итоге, если ты не поставил какие-то границы, если ты не сказал так, со мной нельзя, то перестанешь общаться, потому что ты будешь чувствовать, что тебя используют, ты не захочешь встречаться, не захочешь видеться. Вот и вся дружба, вот и всё. Поэтому я как-то так по-простому отношусь. Ну, нет человека там на данный момент какого-то близкого. Ну, нет. Поэтому они снова появляются кто-то, ну, появляются, но... Чтобы там... Ой, лучшие друзья, худшие. Да пофиг, люди забывают друг о друге, и люди вообще обижаются на какую-то фигню, не разговаривают друг с другом. Не знаю, там, с сёстрой, мы там с сестрой ругаемся там из-за чего-то. Так легко обидеться, так легко, не знаю, друг друга послать, что держаться за это всё. Ну, ладно, конечно, там, родственники, это другое дело. Если ты любишь, и у вас там всё детство вместе, то это и сложно, и более того, ты не хочешь там прекращать общаться. Ну, а друзья, вот эти вот friendship never ends, потом кто-то кого-то кидает. На моей практике ты... Это нормальная... процедура. Потому что я... О, боже, какой прекрасный человек, он там делал то. Да он делал то, потому что он себя использовал, как и у всех остальных своих друзей. Боже, мне нравится. О, нет, выключился свет. Лампу надо заряжать. Короче, друзья, я закончила макияж. Вот такой он получился. Не очень яркий, не очень светлый. Вот вам моя ёлочка. Пойду в магаз. Всё. В 24-м году я вам желаю много дружбы хорошей, много хороших людей рядом, любовь, чтобы прямо на 28 тысяч лет было у всех. Любите себя, слушайте своё сердце, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...